Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видосе мы с вами поедем за кое-какой штукой, которая капец как украсть мой игровой уголок. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также пишите свое мнение о той штуке, которую я приобрету. Со мной, как всегда, мой братан. Че скажешь? У меня не представляет. Ладно. Начну с того, что мне захотелось перемен и украсить свой игровой уголок. Вы уже, в принципе, знаете, что он модернизировался, так скажем, да, получил некие изменения, там появился стол, два монитора, но меня это не останавливает. Я человек, который любит всякие там игровые фигурки, всякие геймпады, чтобы это стояло, и так скажем, ну, грело душу. И в итоге, когда я запускал пост в Инстаграме, я спросил, ребята, что можно еще сделать на игровом уголке. Кстати, подписывайтесь в Инстаграме, ссылочка будет в описании, там всякие сторис появляются. И много ребят посоветовали купить мне игровой стеллаж. Я начал искать много игровых стеллажей в интернете, но ничего путного не нашел, кроме одного магаза. В итоге в Инстаграме мне в том же сторисе парень рекомендует, типа, залезть в АКМ-мебель и поискать что-то там, поскольку он там брал мебель и говорит, что там, ну, у них реально круто. Мне также его ребята советовали, кто посоветовал, огромное вам спасибо. И там был просто офигенный стеллаж, вот просто под меня. Мало того, что он черно-селененький, так он еще и с полочками, и с ящиками, короче, просто вау, и за ним мы сегодня и поедем. Короче, мы приехали, тут такой вот большой центр, он, кстати, недалеко от моего дома находится, слава богу. Вот, и погнали. Походит, такой весь торговый центр, состоящий из мебели. Вот, кстати, нам вот сюда, шестой этаж. Так, ну, мы прибыли, и нам скорее вот сюда. Мы за заказом, игровой стеллаж. Хорошо. Можно, да, пройтись? Пойдемте, смотрим, что это. Такой мой маленький здесь павильончик. Игровых стеллажей здесь нет, но столы. Это да, классно. Кстати, прикольный. Это типа подсветка или что такое? А это регулируется, да, у вас здесь? Да, он регулируется по высоте. А, это, ну, кнопки не для подсветки? Нет, это именно высота регулируется. Нифига себе. А он как-то опускается, или он так всегда такой изогнутый? Ну, он такой же не имеет. Вау. То есть, он тут там гребет, а может у меня. Ты полеволю его захотел, да? Я, на самом деле, первый раз встречаю такие столы, потому что, блин, они выглядят очень классно. И вот эти штуки, прям, знаете, вот прям реально геймерские столы. И очень классно, что он регулируется. То есть, ты можешь, я не знаю, просто убавить или поднять, если ты там большой или маленький. Или вдруг у тебя болит там спина. Прикольно. Кстати, мне вот здесь еще понравился вот этот стол. Он как-то прикольно сделал. А это только одна расцветка или есть какие-то другие? Цвета разная. А черно-зеленый есть такой, не знаете? Нет, черно-зеленого нет. Блин, жалко. Он как-то открывается, да, там ящички? Вот, вот здесь. Оу, здесь стоят такие вещички. Если бы у меня не было стола, и он был бы черно-зеленый, я бы в любом взял. Вот сюда бы у меня по-любому были бы геймпады. Вот здесь какие-нибудь шнуры. Не, ну это круто. Ты легкая, какой стол хотя бы? Вот это впечатлилольше. Потому что ты огромный? Ну, огромный, расцветка и материал тоже. Так, давайте тогда заберем заказик. Это мой заказик, отлично. Все, ну, а где? Ты у нас заехал на минус первую, и я вот там встречу и отдам. Ага, пригонишь? Да, да. Добро. Так, и Люха сейчас будет грузить. Так, ну мы, в принципе, загрузились. Вот эта палка самая такая длинная получилась. Но все в порядке. Что, едем домой? Я, конечно, парень немножко рукожопый, но я надеюсь, что я соберу его. Так, ну, в принципе, я дома. И теперь мы будем собирать вот этот стеллаж. Я же приготовил шуруповерт. Ну, вдруг он мне понадобится. И сейчас самая главная задача в моей комнате, так это сдвинуть вот это вот все. Сейчас игровой уголок у меня выглядит вот так. Мне придется сдвигать вот эту вот полку полностью налево. Вот. И сдвигать вот этот вот стол. Ну, сейчас будет просто капец какой бардак. Я не люблю бардак. Но чтобы поставить стеллаж, я, кстати, стеллаж хочу поставить вот в эту сторону. Прям вот за стулом. Для того, чтобы он и на стримах мелькал. Ну, и для того, чтобы он меня всегда радовал всякими фигурками и так далее. Кстати, гоу, я вам покажу, что мне братан подарил. Он мне подарил вот такую подставку для геймпадов. Малу из Моральза. Вот, на Новый год. Очень прикольный. И, кстати, геймпад от Эксбокса тут лежит, ну, просто офигенно. Так, хоп. Туда можно поставить и телефон, и все остальное. Но вот геймпад Эксбокса, он прям вот здесь вот в тему. Это пока честь всего беспорядка. Который еще нужно раскрутить и подвинуть совсем на немножко. Короче, идем дальше. Так, удалось сдвинуть вот эту полку. Так скажем, значительно. И как раз таки сейчас я, наверное, все это уберу сюда. Стол сдвину сюда. И начну уже собирать стеллаж на то место, которое хотел поставить. Так, короче, я все подвинул. И вот здесь, как раз таки для стеллажа, у меня будет очень много места. Надеюсь, он влезет. И все, давайте собирать. Что-то я уже с нетерпением жду этого. О, я вижу лайм-цвет. Да, он офигенно подойдет к столу. Просто офигенно. Я вам отвечаю, пацаны. О, все. Нашли. И надеюсь, что тут как раз таки инструкция. И по этой инструкции мы как раз таки будем собирать. Я думаю, что уйдет много времени на это. Но я думаю, что я справлюсь. Продолжение следует... Та-дам! И, короче, я его собрал спустя 5 часов, но... Но собрал. Вот так, в принципе, стеллаж выглядит. Если что, тут была еще одна черная полка, но я ее просто не поставил. Если она мне понадобится, то я ее поставлю потом. В стеллаже есть вот такой вот ящик, который закрывается на ключ. Здесь у меня будут всякие ништяки по типу паспорта, еще что-нибудь и так далее. Вот, здесь есть еще два таких довольно-таки больших ящика. И очень-очень много полок. Сразу хочу сказать, что если вдруг вы тоже будете брать такой стеллаж, то, ребят, лучше доплатите за сборку. Я вам отвечаю. Собирается данный стеллаж довольно-таки долго из-за того, что он собирается поэтапно. То есть, если вы какой-то из этих этапов пропустите, да, и начнете собирать второй, третий ярус, то вам нужно будет вернуться, чтобы собрать первый и поставить вот эти ящики. Просто вот эти вот ящики, они находятся, так скажем, в коробке, который прикручивается к этой стенке. Если вы не прикрутите сначала к стенке эти коробки, да, и начнете уже ставить другие, то вам придется вернуться, все это разобрать для того, чтобы прикрутить вот этот вот ящик к этим стенкам, и чтобы все хорошо держалось. Я, конечно, тот еще рукожоп, но если вы такой же, то лучше все-таки переплатить, серьезно. Ну, а если вы все-таки хотите собрать, то я вам рекомендую вот этот этап сделать самый первый. А именно, сейчас покажу вам, какой именно. Короче, сначала собирайте ящики, потом их прикручиваете к этим стенкам, и уже потом собирайте все поэтапно, потому что если вы начнете собирать полный ярус, то это будет такое себе. Кстати, очень понравилось, что данный стеллаж капец, как подошел к столу, по сути, практически одного цвета, вот так вот это все выглядит. И давайте сейчас его заставим всякими ништяками. Та-дам! Ну, короче, я заставил уже стеллаж всякими приколюхами. Здесь у меня будут наушники, держатель для геймпада, который мне подарил брат, штативчик, аквабокс для экшн-камеры, геймпады. Кстати, вот на эту полку они просто идеально легли, прям вот вообще супер. Здесь просто фигурки из гири и Titanfall. Здесь у меня аксессуары бандита, паспорт, ключи, конечно же, ствол, пауэр, USB-шник и очки. Ну, это на всякий случай. Сюда я пока что ничего не положил, скорее всего, положу либо бумагу для принтера, либо что-то еще. Единственное, сюда я, скорее всего, потом поставлю лампу Xbox, которая горит разными цветами, но с AliExpress она мне пока все еще не приехала, к сожалению. Также очень надеюсь, что когда-нибудь на этом стеллаже, на одной из этих полок будет красоваться ютубовская серебряная кнопка. Конечно, без вашей помощи этого не достичь, поэтому если вдруг вам нравится такой контент, мой канал, то поддержите его подпиской, мне будет очень приятно. И надеюсь, что в этом году уже будет преодолена цифра в 100к подписчиков. С стеллажом я капец как доволен. Вот очень прикольно выглядит, очень прикольно смотрится. И вот так вот мой игровой уголок смотрится сейчас со стороны. Все зелененькое, все прикольненькое. Как-то так. Кстати, оцените игровой уголок от 0 до 10. В комменты. На этом, в принципе, все. Вот такой вот игровой уголок вы, скорее всего, будете часто видеть на моем канале. И если вдруг вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о данном стеллаже, о моем игровом уголке. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч.